Всем привет! В одном из предыдущих видео я вам рассказывал о принципе работы сушильной машины, но в том видео участвовала классическая сушильная машина. В этом видео я хотел бы вам рассказать о том, как работает более современная и более сложная сушильная машина на примере своей домашней. Уверен, что большинство людей считают сушильную машину бесполезной техникой и не нужной в обычной квартире или в обычном доме. Но, казалось бы, эта техника предназначена просто сушить вещи. Приблизительно так я сам считал буквально до недавно. До этого мы жили в двухкомнатной квартире и вещи мы сушили там либо на балконе, либо если было лень, например, зимой идти на балкон их развешивать, потому что там был дубр. Мы их просто развешивали по всей квартире на стульчики, на двери, на ручки и так далее. Но уже в новой квартире, вот в этой, которой мы сейчас находимся, у меня не оказалось в квартире балконов. Точнее, у меня есть, можно сказать, два балкона. Вот один из них мы сейчас находимся на нем. Это, скажем так, лоджия, балкон, который соединен с кухней. А второй балкон мы соединили со спальней, и он у нас стал частью спальни. После чего стало невозможным на нем просто, ну, вывешивать вещи и так далее, потому что это часть комнаты. Ну, конечно, как вариант это можно сделать палки за балконом, да, и за балкон вывешивать вещи. Но я, в общем-то, сначала так и думал, что так у нас и будет. Но возникли технические проблемы с закреплением палок. То есть, я не буду сейчас вникать в детали, но, скажем так, их закрепление стало невозможным по некоторым причинам. И тогда я понял, что единственный вариант более-менее нормально сушить дома вещи, это купить вот такую вот сушильную машину для вещей и, собственно, в ней сушить. Я ее купил и, честно скажу, уже буквально после второй или третьей сушки я понял, что я не прогадал. И на сегодняшний день, вот мы пользуемся ней приблизительно уже полгода, я уже сейчас не представляю, как можно вообще не иметь дома сушильную машину для вещей. Это просто, я не знаю, это просто кайф. Когда ты отжатые вещи из стиральной машины, такие слегка влажные, из которых уже вода не течет, ты их просто вытаскиваешь со стиралки, переносишь, закидываешь вот в это огромное окно, в дверку такую большую закинул, поставил на сушку и через где-то час-полтора, в зависимости от того, какие материалы, сколько вещей и так далее. Ты оттуда вытаскиваешь, вот буквально недавно закончилась сушка, вытаскиваешь сухие вещи, которые можно, я не знаю, вешать уже на вешалке и складывать на полке. При необходимости можно выбрать тип сушки. Например, тут есть вариант сушки под утюг, в шкаф, экстра в шкаф и так далее. Разные, скажем так, влажности. Можно, как в данном случае, полностью сухие вещи оттуда вытащить, можно вытащить слегка влажные под утюг, которые будут отлично гладиться и так далее. Честно скажу, я думаю, что если у меня будет позволять материальное состояние, в дальнейшем у меня теперь всегда дома будет сушка. У вас, наверное, уже возник вопрос, слушай, а чего ты нас тут вообще собрал? Для того, чтобы рассказать свою жизненную историю или прорекламировать свою сушку Bosch? Нет. Дело в том, что данная сушка, она не то чтобы полностью отличается принципиально от той сушки, за которую я вам уже рассказывал, но здесь есть, как минимум, одно такое огромное отличие, которое значительно влияет на работу данной сушки. И сейчас я вам постараюсь, специально не буду сейчас забегать наперед и говорить, что же это, я сейчас вытащу сушку, открою боковую стенку, сначала вам покажу, что там есть интересного и потом уже про это вам расскажу. Так, ну давайте вот, я снял пока верхнюю только крышку, посмотрим, чем эта сушка отличается от предыдущей. Кстати, да, если вы не понимаете или не смотрели то видео, о котором я сейчас говорю, то есть это видео предыдущее о принципе работы сушильной машины, я вам настоятельно рекомендую его посмотреть. Ссылка будет в описании под видео. Посмотреть для того, чтобы вы понимали, о чем сейчас будет речь. Так как я очень многое буду упускать, ссылаясь на то, что вы это знаете из прошлого видео. Так вот, чем та классическая сушка? Кстати, слово классическое я не зря употреблял в том видео, потому что то уже такая, ну действительно классика, это старого образца была сушка, ну и таких все-таки на данный момент большинство сушек, потому что это более дешевый вариант, более простой, это более сложный. Так вот, смотрим, чем у нас здесь отличается. Ну, принципиально у нас здесь снова появилась только вот эта вот штука, это контейнер. Сюда вставляется у нас вот такой вот бак, в который у нас сливается вода с вещей, то есть конденсат, который конденсировался. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, что конденсируется он внизу, а сюда он выкачивается насосом, то есть внизу есть специальный насос, поплавок, то есть когда там набирается определенный уровень конденсата, он выкачивается, вот здесь вот мы видим даже такая вот как бы трубочка, выкачивается в этот бачок. Это сделано в первую очередь для удобства, так как намного проще сверху подойти, например, и вытащить бак с водой. Вот вы можете посмотреть, там есть вода. Вытащить отсюда и вылить, чем, я не знаю, корячиться и снизу доставать вот тот плоский какой-то бачок с конденсатом. Ну, а так принципиально у нас здесь пока нет никаких отличий, то есть у нас точно так же здесь есть плата, у нас отдельно разъяснена плата индикации спереди стоит с экраном, ну и здесь вот это уже основная плата управления. Ну что ж, давайте дальше будем разбирать. Это и есть то основное отличие классической сушки от современных сушек с тепловым насосом. Для тех, кто может привык это называть немного иначе, это может называться компрессором, то есть это компрессор, который нагнетает фреон внутри системы, точно такой же, ну или крайне похож на такие, как стоят в кондиционерах. Не знаю, какая реакция ваша, когда вы узнали, что вот в сушках таких может стоять компрессор, но, если честно, я впервые такую сушку увидел, наверное, лет пять назад, может быть и раньше даже, честно скажу, уже не помню. И я, если честно, очень и поразился, во-первых, что в сушку впихнули компрессор и возмутился, потому что если до этого сушка это была, в общем-то, парафия, ну мастера, я не знаю, по стиральным машинам, хоть и редко мы их ремонтировали, но мы их ремонтировали, то теперь это уже получается непонятно, чья парафия. Потому что позвать сюда холодильщик или кондиционерщика, ну он придет, ну да, может быть, что-то он посмотрит, может быть, в чем-то разберется и, может быть, что-то отремонтирует. Позвать сюда стиральщика, который занимается стиралками, ну не каждый стиральщик, например, заправит, я не знаю, фреон, разберется с компрессорами и так далее. Хотя справедливости ради должен отметить, что подобные сушки я ремонтировал уже неоднократно и ни разу у меня не было проблем с компрессором, либо с системой охлаждения, то есть с фреоном и так далее. Максимально, что было связано, например, с компрессором, этот компрессор не запускался, пришлось заменить пусковой конденсатор. Если вы вспомните, опять же, предыдущее видео по сушке, я на схеме рисовал и показывал, что там есть холодильник, который охлаждает воздух и конденсирует из него влагу. В том случае холодильник был выполнен в виде рекуператора, через который прогонялся один воздух для охлаждения и второй же, который циркулирует по сушке. В данном же случае холодильник выполнен в виде такого классического холодильника. Это компрессор, дальше у нас идут трубки. Одни трубки, скажем так, нагревают, вторые охлаждают. То есть, фактически, имея вот такой тепловой насос, если правильно называть, это все-таки правильно было бы называть тепловым насосом, потому что он, скажем так, тепло перемещает, например, из одного места в другое. В данном случае у нас есть здесь два радиатора. Один радиатор греется, второй охлаждается. По принципу, если взять, например, холодильника или кондиционера, у нас всегда в одном месте что-то греется, то есть фреон в одном месте радиатор нагревает. Например, в холодильнике это задняя решетка, которая отдает тепло в комнату, а испаритель внутри морозильной или холодильной камеры охлаждается. Точно так же и в кондиционере. Например, нагревается наружный блок, радиатор отдает тепло на улицу, а охлаждает внутренний блок внутри. Так и здесь. Есть один блок, который нагревается, и есть один блок, который охлаждается. Таким образом мы убиваем, скажем так, двух зайцев сразу. Нам уже не нужен никакой электрический тен, который будет нагревать воздух, ведь у нас уже есть радиатор всего этого холодильника, который греет этот воздух. При этом же этот же воздух охлаждает горячий воздух в испарителе, и таким образом мы значительно повышаем КПД данного холодильника. Если сравнивать, например, с классической сушкой, то вот эти сушки по электричеству употребляют приблизительно в два раза меньше электричества. Теперь давайте поближе посмотрим на всю эту конструкцию. Здесь она, опять же, довольно простая, как и в той. То есть у нас есть барабан, он же бак, который вращается, приводится в движение ремнем. Ремень у нас одет на мотор. Мотор у нас вращает вот этот вот один вентилятор, который циркулирует воздух по сушке. Также на месте рекуператора в прошлом варианте, в той сушке, на месте того рекуператора у нас здесь стоит, в принципе, закрытый, без какого-либо доступа к нему, стоит два радиатора, опять же, которые, повторюсь, один греет, второй охлаждает воздух. Ну и, соответственно, сам тепловой насос, он же компрессор, который гоняет по вот этому холодильнику фреон. Ну и, соответственно, греет и охлаждает. Здесь также у нас есть два пусковых конденсатора. Один конденсатор на тепловой насос, второй конденсатор пусковой на мотор. Точно также у нас на роликах вот этот весь барабан катается. Вот он у нас спереди опирается на ролики. Стоит у нас здесь только один вентилятор, который, я не знаю, куда он там воздух, вроде бы как на улицу выгоняет отсюда, я имею в виду, в комнату. То есть это для охлаждения вот этого компрессора. Ну и, в принципе, все. Все остальное остается у нас по-старому. Единственное, как я уже сказал, бачок, в который у нас собирается конденсат, его перенесли наверх. Снизу установлен у нас насос. Его отсюда и не видно. Здесь у нас установлен насос, который при необходимом, при нужном уровне уже конденсатора, который собрался внизу, просто перекачивает его наверх. Еще, конечно, отдельно хотелось бы поговорить о плюсах и минусах данной сушки, которые, конечно же, есть у нее. Как и в любой технике, здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Практически, в общем-то, минусы, на мой взгляд, я уже перечислил. Хотя, да, не все. Но давайте теперь по порядку. Первое, что мне, как я сказал, пришло в голову, это сложности, возможные в ремонте. Так как теперь непонятно, какого мастера надо вызывать. То ли, например, по стиралкам, потому что я не встречал мастеров по сушкам. Как правило, опять же повторюсь, что этим занимаются мастера, которые ремонтируют стиралки. Так вот, непонятно, каких мастеров вызывать. Мастеров по стиралкам, мастеров по холодильникам или по кондиционерам. Или всех трех вместе. Вполне возможно, что, знаете, когда есть возможность, когда есть у мастера непонимание, что работает, что не работает. Предположим, есть мастер по стиралкам, который не разбирается в холодильниках. Вот он придет, но что-то не работает. А что не работает? Может, блин, что-то с холодильником не то. то есть надо понимать, четко понимать принцип работы этой сушки, как она работает, что она делает и так далее. Тогда можно будет четко ставить какие-то диагнозы и проводить ремонты. Так вот, если мастер не разбирается, как работает холодильник, он придет, посмотрит, его испугает эта вся сложность, какие-то компрессоры, трубки и все остальное, он скажет, ой, ну тут, наверное, проблема в компрессоре, дайте мне денег за вызов, я пошел. Точно так же вы позвоните мастеру по холодильнику или по кондиционерам, скажете, придите мне сушку отремонтируйте, я думаю, он вас еще по телефону может послать. Поэтому, опять же, говорю, что здесь вот это вот такой недостаток, то есть как ее ремонтировать. Конечно же, если вы обратитесь просто по гарантии в сервисный центр, не факт, что там будут нужные специалисты, но они как минимум почешут репу и что-то будут уже придумывать. Ну а если же вы столкнетесь с ремонтом на дому с каким-то частным мастером, вот тут может быть беда. Это первый, наверное, ее недостаток. Второй недостаток данной системы, это дороговизна. То есть, данные сушки значительно дороже, я думаю, где-то... Честно скажу, я уже не помню, я, конечно, цены сравнивал, когда себе ее выбирал, но дороговизна, наверное, раза в два, я думаю, это может быть разница в цене, то есть, между классической и, например, вот такой вот сушкой с тепловым компрессором. Так, ну, в принципе, из основных таких недостатков это, наверное, все. Теперь, что касается плюсов. Забегая наперед, скажу, что плюсы у этой сушки более весомые. В противном бы случае не нашлось бы людей или таких было очень мало, готовых переплачивать двойную цену, то есть, за сушку, у которой нет плюсов. Поэтому плюсы у нее, конечно же, есть. И один, наверное, из самых основных плюсов, это то, что данная сушка работает, в общем-то, в таком замкнутом цикле. То есть, из этой сушки ничего не выходит наружу. Ну, не считая вот этого одного, скажем так, вентилятора, который выдувает на улицу воздух изнутри этой сушки, который вот слегка охлаждает при необходимости вот этот компрессор. Это незначительный выхлоп сушки в комнату. Если вы вспомните прошлую сушку, классическую, то я уже говорил, что там вот этот рекуператор охлаждается за счет температуры в комнате. И когда вы той сушкой пользуетесь, если, например, вот как у меня сейчас, мы находимся на балконе, который примыкает к кухне, кухня является частью прихожей. Так вот, если вот сушка бы у меня здесь классическая стояла, во время работы она очень сильно бы нагревала здесь воздух. Потому что постоянно горячий воздух выходит из классической сушки, когда она охлаждает этим воздухом рекуператор. В данном же случае тут нету второго контура, который охлаждает, например, рекуператор или радиатор. И это все охлаждается одним и тем же воздухом, одним и тем же компрессором. Поэтому с этой сушки, повторюсь еще раз, ничего никуда не выходит. Воздух все время один и тот же циркулирует внутри сушки. Влажный, сухой, горячий, холодный, не имея значения, он никуда не выходит из этой сушки. Влага, которая, соответственно, из этого воздуха извлекается, она остается вот в том контейнере для конденсата и все. То есть вы включили. Единственное, что от этой машинки исходит, это звук. Это звук вентилятора, это звук вращения барабана, ну и также не такой не очень громкий звон от компрессора. По громкости я бы не сказал, что она работает намного громче классической сушки. Единственное, что тут добавилось к звукам от классической сушки, это слабый звон компрессора, который, когда работает, там звенят клапана. И подчевакивание насоса иногда, который включается для того, чтобы выкачать в воду конденсат наверх. Также еще один плюс этой сушки, это ее экономичность. Она приблизительно в два раза экономнее по электричеству классической сушки, так как в данном случае нам не приходится нагревать комнату. Опять же повторюсь, что предыдущая сушка классическая для охлаждения воздуха или рекуператора, она нагревает воздух в комнате. А это, в общем-то, затраты на электроэнергию. Особенно, ладно, если зимой. У меня, например, у товарища, даже у сотрудника моего есть обычная сушка, там не помню какого производителя, она классическая. Так он говорит, что зимой в принципе классно, тепленько все, то есть она нагревает. А вот летом дышать просто нечем, все окна открыты, потому что работает сушка. Так вот из-за этого она практически в два раза экономнее по электричеству. Плюс, так как у нее выше КПД, она значительно быстрее сушит. Я, честно скажу, не пользовался лично, чисто потестить, на ремонт сушку отремонтировал, какую-то шмотку закинул, включил, работает отлично. В таком варианте я только пользовался сушками классическими. Но по тем таймерам, по тем часам, которые я там видел, то могу сказать, что сушат они, конечно, дольше, чем вот такая. И третий плюс, который, по моему взгляду, немаловажный, это то, что в этой сушке значительно, ну или не значительно, но ниже температура сушки самой. Извините за тавтологию. То есть если в классической сушке мы можем, ну предположим, у нас комната температура там, пусть будет 25 градусов Цельсия. Плюс рекуператор, когда мы охлаждаем этой комнатой температурой, но мы его не охладим никогда, даже до комнатой температуры он все равно будет там, ну хотя бы на 10 градусов больше. Ну то есть получается минимальная температура, которую мы на рекуператор можем охладить, это приблизительно 35 градусов Цельсия. В данном случае у нас охлаждает воздух уже не комнатной температурой, а кондиционером фактически. Ну и будем считать, что он может охладить воздух где-то до 15 градусов. Честно скажу, я не проводил никаких замеров, так чисто по ощущениям. Но он ниже однозначно воздух охлаждает, вот этот вот компрессор, чем комнатная температура. В связи с этим у сушки нет необходимости, ну например, нагревать на высокую очень температуру. Ну предположим, нам надо создать разницу температур на холодного и горячего воздуха и пусть это будет для нормальной работы, пусть эта разница температур будет 40 градусов. Так вот, если мы к 35 прибавим 40, это будет значительно выше, чем если мы, соответственно, к 15 прибавим тех же 40. Поэтому в итоге максимальная температура сушки воздуха, то есть вот в этой сушильной машине, она ниже за счет того, что компрессор охлаждает меньше. Поэтому это тоже влияет на качество уже вот вещей, которые вы достаете из сушки. Я помню по своим ощущениям, то есть вот от классической сушки, когда ты из нее вытаскиваешь вещи, ну они такие вот, знаете, как с под утюга какие-то пересушенные, ну не очень приятные по ощущениям. Да, они сухие, да, все нормально, вроде бы все отлично, но они такие какие-то жестковатые. С этой же сушки, когда вытаскиваешь вещи, то есть вещи, ну обычные, да, то есть такие, как вот в шкафу лежали, я не знаю, то есть обычные такие мягкие, нормальные вещи. И вот это лично для меня, например, послужило основным таким показателем, который повлиял на выбор именно вот такой вот сушки, пусть она даже дороже, но я выбрал именно такую. И честно скажу, я об этом не жалею и считаю, что если у вас есть возможность заплатить дороже вот за такую сушку, берите именно такую. Кстати, что касается берите именно такую, вот здесь вот у вас, кстати, могут быть сложности. Лично я с этими сложностями столкнулся. Я прекрасно понимал, что мне нужна сушильная машина с тепловым насосом. Но заходя, например, на разные сайты разных интернет-магазинов бытовой техники, ни на одном сайте я не нашел описание, в котором бы говорилось, например, что это сушка с тепловым насосом или с рекуператором. Везде тип сушки на всех сайтах указан конденсационный. Ну, то есть фактически за счет конденсации влаги. Но каким образом эта конденсация происходит, абсолютно нигде не было написано. То есть не было написано ни на одном сайте, что вот в этом Боше стоит компрессор или тепловой насос, а не обычный рекуператор с вентилятором. То есть единственный способ, как я смог наверняка убедиться до того, как покупать эту сушку, что в ней стоит тепловой насос, это... Ну, конечно, я выбрал одну из дорогих сушек, после чего я взял модель, зашел на сервисный сайт Боша, вбил эту модель и посмотрел уже схемы, скажем так, мануалы в разобранном виде, где я убедился на мануалах, что да, там действительно есть тепловой насос, после этого я уже четко понимал, что именно эту сушку мне надо. То есть другие варианты, например, там чуть дешевле и так далее, я тоже проверял, смотрел, но там, например, уже не было теплового насоса, там стоял рекуператор. И повторюсь, что почему-то непонятно для меня, почему на сайтах, во всяком случае у нас в Украине, я не нашел нигде информации о том, что используется для конденсации влаги. Это меня, конечно, сильно удивило, потому что я посчитал, что это очень важный параметр, на который человек должен опираться при выборе сушильной машины. Честно скажу, как быть вам в этом случае, блин, ну даже не знаю. Наверное, идти в обычный физический магазин, выбирать нужную модель, как-то просматривать или, не знаю, читать инструкции и так далее, то есть смотреть. У меня, честно говоря, нет ответа на вопрос, если вы решите мне задать, а как же мне выбрать сушку, чтобы я был уверен, что там стоит тепловой насос. Конечно, каждому посмотреть по модели и сказать, есть там насос или нет, я не смогу, поэтому тут сразу извиняюсь, на такие вопросы отвечать не буду. Ну вот вы еще немного больше знаете о принципе работы сушильных машин, поэтому всем, кому это видео было интересно, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. До новых встреч!